Всем привет! Кто меня видит впервые, меня зовут Анжелика Клоус. Я замужем за американцем и в Америке чуть больше, чем два года. И хочу поделиться сегодня с вами своими впечатлениями от поездки в Даллас, в Техас. Мы были у друзей, ехали туда специально отпраздновать Новый год. Выехали 28 декабря и пробыли там неделю. Чем поразил меня Даллас? Даллас по сравнению, и вообще как бы Техас, по сравнению с Флоридой, это монументальный, огромный город с большими территориями между маленькими частями. То есть вот это если сравнить, как у нас Николаев, и есть районы. Каждый район имеет свое название, допустим, Терновка или Октябрьска. Точно так же и в Далласе. Весь Даллас разделен на такие районы, и каждый район имеет свое название. Дальше, чем еще понравился мне Даллас? Как вы знаете, Даллас это второй по размеру город в Техасе по величине. И Техас это второй по размеру штат по величине. Это огромные территории между городами, большие расстояния. Скорость на трассах чуть-чуть выше, чем во Флориде. Если у нас 70, то там 75. Что еще? Конечно же пробки. Вот пару лет назад, как только я приехала в Америку, мы путешествовали, правда, тогда на самолете, сейчас на машине, тоже к своим друзьям в Калифорнию. И тоже там были пробки. Если у нас во Флориде или же в Алабаме, где мы сейчас живем, ну практически в часе езды от Флориды, это две полосы на дорогах, то в Далласе там было 6 полос. Отсюда и пробки. Что еще хочу сказать. В Далласе находится один из крупнейших, второй по величине тоже, да, аэропорт, в котором базируется Американ Айрлайнс. В Далласе нет налога штата на зарплаты, на все остальное, на продукты, на одежду, такой налог есть. И я знаю, что многие переезжают из Калифорнии в Техас, в штат Техас, по этим соображениям, что немного все-таки дешевле. Если сравнивать недвижимость, то недвижимость в Далласе где-то в 2,5 раза дороже, чем во Флориде или в той же Алабаме. Сейчас о том, как мы добирались в Даллас. Значит, по времени у нас это заняло 10 часов с тремя остановками на туалет и с одной остановкой минут на 20 покушать, то есть пообедать. То есть, в принципе, нормально, как бы за день мы добрались, мы выехали в 9 утра и в 10 вечера мы были уже у своих друзей. А сейчас по порядку о погоде, о природе, о людях и так далее. Итак, погода. Когда мы выезжали из Флориды, мы были одеты в легких каких-то кофточках, свитерках, и когда мы приехали, то есть это конец декабря, и когда мы приехали в Даллас, пришлось достать, хорошо, что я с собой взяла пальто шерстяное, шарф, и очень пожалела о том, что я не взяла перчатки и шапку. Природа хорошая, то есть у них тоже нейборхуды окружены лесом, но лес, конечно, без пальм, да. Мы там бродили по паркам, по местному парку и видели флору, фауну. Там, конечно, змеи есть, мы видели одну змею на дороге, когда туда следовали. И есть рыси, которые прямо вот бегают по нейборхуду. Транспорт. Как я уже сказала, мы добирались на машине. Местный транспорт там очень слабый, и я, по сути, не видела никаких местных автобусов, не знаю, может, не попадалось мне на глаза. Ну, в общем, везде на машине. Но порадовало то, что в старом городе и в даунтауне, там, где офисы, то есть более современные, очень многоэтажные постройки, там можно ходить пешком. Ты можешь походить по магазинам, по бутикам, по ресторанчикам. И есть еще такие, как бы, самокаты, которые называются скутером. На них тоже там можно передвигаться. И платишь за них точно так же, как за парковку. Еда. Как только мы приехали, нас повели, так сказать, в визитку этого города в барбекю-ресторан. Мы там все прокоптились дымом, но еда была катастрофически вкусной. Это были и овощи, в общем, приготовленные таким образом, и все возможные сорта мяса. Хотя уже в даунтауне там были и китайские ресторанчики, и японские, и итальянские, то есть все национальные кухни. Следующее. Люди. Люди очень приветливые, вежливые, спокойные. Вот знаете, такие выдержанные. Но это в основном, вот даже, конечно, там много национальностей, да. Но это в основном такие вот работяги, которые раньше работали на фермах и выращивали лошадей, коров и так далее. Чуть позже расскажу о шоу, на которых мы были. Шоппинг. В старом центре города мы были в маленьких магазинчиках, и это была большая очень ария, где можно купить ковбойские сапоги. Мне вот подарили шляпу ковбойскую, да, то есть ассортимент шляп или куртку какую-нибудь ковбойскую. Цены. Шляпа стоила кожаная 40 долларов, куртки я видела примерно по 300 долларов, то есть более-менее нормальные цены. Но были и магазины чуть-чуть покруче, там, где цены доходили до 1000 долларов. Надо сказать, что Техас – это нефтепереработка, и зарплаты там, ну, думаю, что в 2, может быть, даже 2,5 раза лучше, больше, чем, допустим, в Флориде. Отсюда, конечно, и цены. Но и были брендовые магазины в Даунтауне, где цены были, как бы, такие же, как и у нас во Флориде. Может быть, чуть-чуть, смотря на что, дороже, но, в принципе, как бы, что мне понравилось, что ассортимент был намного лучше, особенно в брендовых магазинах. Так как мы ехали на новогоднюю вечеринку, мы заранее покупали билеты, и 31 декабря мы праздновали с друзьями Новый год. Столы были шикарно накрыты, красная, черная икра, морепродукты всяческие, какие только можно придумать, оливье, естественно, шуба, холодец был очень вкусный. В общем, все было очень вкусно приготовлено. Наполеон даже был и наш медовик. Я сейчас вспоминаю, у меня слюнки. Естественно, дискотека 80-х. В общем, мы хорошо повеселились, проведя время где-то до 2 часов утра. Мы были в ботаническом саду, мы были на средневековом шоу, которое располагалось в таком замке с лошадьми, и все было придумано так, что нам выдавались такие короны разного цвета, и мы формировались в команды, и каждый болел за своего рыцаря. И, конечно, с лошадьми это всегда очень красиво, все, да, красочно, понравилось. И дальше я была в офисе Мэри Кэй, как только мы въехали в Даллас, я увидела очень большое красивое здание с вывеской Мэри Кэй, и попросила мужа меня туда повезти. И я была и в офисе Мэри Кэй, и в музее Мэри Кэй. Неожиданно, совершенно для меня, образом. Мы были в отеле семьи Гейлорд, их всего шесть по всей Америке, находится он в городе Грейпвайн, очень красивый отель, мы там провели полдня, мы заходили в магазинчик Тесла. И мы в Далласе сейчас, и зайдем в магазин Тесла. Вот это наше Тесла. Значит, как я поняла, ты ставишь себе домой вот такую вот штучку, которая работает в твоем электричестве, и потом внутри машины, вот эта вот батарея, такая, и ты ее просто подзаряжаешь вот таким вот образом. А вот здесь еще есть прикольный такой стенд, как можно обогреть и осветить весь дом, особенно если какие-то бурь и ураганы. Имея вот такой батарея, которая в заряженном стене у тебя, имеется в наличии дома, ты можешь обогреть весь дом, ведь еще у нас крыша такая обогреться, обогреть весь дом, тоже очень хорошая вещь. Вот такой вот видай на машине Тесла, вид сзади. Все цвета представлены, очень мягкая кожа, мы тут уже вот это все пробовали, такая приятная, но очень гладкая. Мы были на фабрике по печатанию денег и привезли с собой вот такой вот сувенирчик, 1 миллион долларов. Значит, тут купюры достоинством 1000-5000 долларов. В общем-то, в общей сложности 1 миллион. Естественно, это не настоящие деньги, видите, они такие большого размера. И мы посетили РДЭО. То есть во Флориде у нас, я была уже на таком РДЭО, то есть это был мой уже второй такой визит. И что хочу сказать, если во Флориде это было, ну скажем так, непрофессионально организовано, то в Далласе это было на очень высоком уровне. Мне понравилось. Это было соревнование с выставлениями баллов и быку, и самому наезднику-ковбою. В общем-то, пролетело 2,5 часа, просто как полчаса. В общем-то, в заключении хочу сказать, что сам Даллас и сам штат Техас, он очень своеобразный, отличается от нашей Флориды или от той же Алабамы. своим стилем, своей кухней, своим неповторимым колоритом. На этом, пожалуй, у меня сегодня все. Смотрите те видео, которые я упоминала сегодня. Ссылочка будет в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok